Всем привет! Сегодня рассмотрим с вами, как можно переделать вот такой вот комнатный диодный фонарик 3-х ваттный со сверх ярким диодом с маленьких батареек на аккумуляторы 18650 литий-ионные. Давайте разберем фонарик, посмотрим. Я специально положил перед собой пару резисторов на всякий случай, чтобы не забыть о так ограничивающем резисторе. Но здесь уже мы видим, он стоит. В принципе, внутри нет ничего, кроме резистора, выключателя и самого диода. Как вы понимаете, аккумулятор такого размера в корпус не войдет никак при всем желании. Поэтому мы пойдем другим путем. Резистор мы пока не трогаем, собираем фонарь. Субтитры сделал DimaTorzok Все готово, фонарь собран. Так как аккумулятор в сам корпус не войдет, для того, чтобы перевести его на литий-ионные аккумуляторы, нам необходимо будет вот такой вот контейнер, держатель для аккумулятора. И для удобства я припаял концам проводов две медные пластины длиной 2 сантиметра, шириной 5 миллиметров. На стандартной крышке крепится липучка. Также есть два магнита. Я для быстроты и удобства просто прикрутил болтом держатель для аккумулятора к родной крышке. Здесь снял небольшую фаску, чтобы крышка, головка болта ушла в потай. С другой стороны просто прикручена гайка через шайбу. Теперь здесь мы видим три отсека под маленькие батарейки. Минус включаем к минусу. Плюс к плюсу. Провода в самом контейнере желательно закрепить клеем. Чтобы батарейка на них не лежала. Все. Сами контакты уже из держателя не выпадут, так как их прижмет крышка. Вставляем батарейку. Для удобства я в самом контейнере просверлил лишних два отверстия. Мне удобно вешать, когда нет света, просто на люстру. Если вы хотите и вам это нужно, вы можете контейнер поставить другим боком. Здесь приклеить, допустим, неодимовый магнитик. Сможете крепить его к металлической поверхности. Мне это не требуется, мне достаточно такой системы. По поводу резистора, я пользуюсь уже больше года фонарем с тем родным резистором, который стоит там. И ничего с ним не происходит. Вы, если хотите, можете пересчитать и поставить тот резистор, который считаете нужным по сопротивлению. Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите конструктивные комментарии. Всем пока!